Я видела в глазах тенденции в верующих группах, таких как мы, что есть такое свидетельство и призыв, которые даны общение. Ты должен быть большим евангелистом. Ты должен быть большим пастором. Ты должен быть сильным верующим. Кто такие вещи слышал? Я скажу вам, все это ерунда. Просто ерунда. Есть несколько вещей, которые описывают в волю Бога для каждого человека. И моя мысль, я хочу начать с того, не кем ты должен быть, а кто ты есть. В книге Бытия, когда на шестой день Бог творит человека, есть такой призыв. Господь говорит, здесь сотворим человека по образу Божию и подобию его. И когда мы читаем этот текст на еврите, мы считаем, что Бог как бы разговаривает с самим собой, он ведет внутренний диалог. Есть разные толкования. Есть христиане, которые говорят так. Отец Бог спрашивает Бога Сына, ну что, сделаем мы человека? Как бы между собой они разговаривают. Есть другое толкование. Что Бог спрашивает ангела. Вокруг него есть ангел, и он как бы с ними советуется. Ну что, будем человека делать? Есть другое толкование. Что мы видим, когда какие-то лидеры большие говорят с призывом, давайте будем делать это. Мне кажется, что это более всего похоже на правду. Но есть еще один намек, еще одно толкование этого места Писания. Мы знаем, что все души всего человечества находятся у Бога. И в тот момент, когда яйцеклетка женщины и сперматозои соединяются, Бог посылает душу. И есть такое толкование, когда он душу человека спрашивает, ну вот, мы сделаем из тебя сейчас нормального человека настоящего. Мне, честно говоря, нравится это толкование. Почему? Потому что мы видим здесь Бога, который желает для нас чего-то. Но мы также не являемся чем-то нейтральным во всем этом вопросе. Но мы, как люди, хотим достичь какой-то цели. И цель этого мира, это быть богатым. Или я хочу быть известным. И цели в общине я слышу другие. Я хочу быть сильным спикером. И вот одна за другой такие идут цели. Но частично это фантазия. Частично желание плоти. И частично это стигмы, которые распространены в этом мире. И вот что Михей говорит, простую вещь. О, Адам. О, человек. Посух Шмоне, а не Курешу. Восьмой стих, еще раз. Сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно, мудренно ходить перед Богом. Восьмой стих.